Глава администрации города Новочебоксарск ответил на волнующие горожан вопросы. На горячую линию поступило более 30 звонков. Вопросы касались всех сфер жизни. Многих интересует, как проходит благоустройство дворов и когда начнется ремонт проблемных участков дорог. Ангелина Семеновна пожаловалась, что в ее дворе по улице 10-й Пятилетки владельцы машины оставляют свои автомобили прямо на детской площадке. Совершенно правильно, что вы обратили внимание на то, что каждая территория должна нести свою функционал. Детская территория для детей. То, что машина заезжает, это все незаконно. Обещаем, сегодня отреагируем, направим паркон, значит, будем нарушителей штрафовать, наказывать. Горячая линия проводилась в редакции газеты Грани. Помимо звонков в адрес издания поступило еще 80 вопросов. Ответы на обращения появятся 1 мая на страницах газеты и сайте городской администрации. Обязательно мы выезжаем по всем точкам, которые прозвучали. Смотрим действительно сами, какая ситуация, как описывают ее горожане, насколько серьезные проблемы. Есть вопросы, которые требуют достаточно долгосрочной проработки. Их за месяц порой невозможно решить, и на это уходит 2-3 месяца полгода. Прозвучала от жителей Новочебоксарской благодарность, в частности, за решение транспортных проблем. По поводу нового автобусного маршрута, 32-101 который, огромное вам спасибо человеческое, что я уже две недели этим маршрутом пользуюсь. Каждый день очень удобно передвигаться. Это в отличие от тех маршруток, в комфортном автобусе намного удобнее ездить. Следующая горячая линия пройдет осенью в преддверии дня рождения города. Помимо этого, раз в месяц на вопросы жителей будут отвечать руководители отделов администрации Новочебоксарска, представители других органов власти.